Приветствую вас. Смотрите, давайте разберемся с тем, что вы написали. Подскажите, как наладить отношения с родителями? Видите вы? Первое, что хочется вас сразу спросить, ну прям первое, что хочется вас спросить, это, собственно, зачем? Зачем вам налаживать отношения с родителями? Чтобы, чтобы что? Какая цель у этого, ну у этого, как бы, действия? Вот. То есть вы в родителях нуждаетесь, у вас есть какая-то, ну, потребность в них или что? Какой дискомфорт, грубо говоря, вы испытываете от того, что у нас с родителями не налажены отношения? Какой именно дискомфорт вы этого испытываете? Это первое, да? Второе. Они хотят много внимания, я не могу им этого дать. А какая разница, много ли они хотят внимания и какая разница вообще, чего они хотят? Важно то, что вы им способны дать, к примеру. Очень сложно с ними общаться. В чем сложно? Часто раздражают и порой даже совсем не хочется говорить и приезжать к ним не хочется, понимают, что это плохо. Раздражают в чем, в чем Ольга, в чем вас раздражают родители. То есть, понимаете, раздражение это ваше число. Но ваше. Оно не имеет отношения к родителям. То есть, вы здесь как-то вот перекладываете ответственность на родителей за то, что они вас как бы раздражают. Но в действительности, раздражение это то, что испытываете вы и только вы. И вот как бы это очень важный момент. Очень важно это понять. Дальше. Порой совсем не хочется говорить и приезжать к ним. А если не хочется, зачем вы это делаете? Как вы понимаете, что это плохо, а что в этом плохого? Ольга. То есть, плохо это оценка. Вот так поступать плохо. Это оценка. Это просто оценка. Что-то хорошо. Да. Что-то плохо. Это просто оценка. И не более того. Но вы эту оценку возводите в статус абсолютный. То есть, кто сказал, что это плохо? Кто это сказал? Почему вы считаете, что это плохо? Так. Дальше. Чем больше они требуют внимания, тем сложнее мне с ними общаться. А очень похоже на чувство вины перед родителями за что-то. очень похоже на чувство вины. То есть, есть такое вот ощущение, что вы чувствуете себя виноватой. Вина это невыраженная агрессия. То есть, вовремя, вовремя, вы себя, получается, не защитили. Когда это было нужно. И соответственно, вы подавили это в себе и теперь вот у вас чувство вины. То есть, это самое, это же самое. Агрессия только обращена уже на вас. На вас саму. Вот. Ну, плюс вы явно пытаетесь оправдать, наверное, ожидания своих родителей. И, конечно, не берусь утверждать наверняка. Конечно. Но мне кажется, что вы пытаетесь оправдать ожидания своих родителей. Вот. И переживаете по поводу того, что это не получилось вам. Из-за чего считаете, чувствуете себя, ну, может быть, может быть, плохой какой-то. Вот. И так далее. То есть, как это выглядит, это выглядит так. Судя вот по тому, что вы пишите, да, это выглядит таким образом. Ну, вот. Я не берусь, опять же, сейчас утверждать наверняка это. Но мне кажется, так. Вот. Так что, ваш вопрос, он, к сожалению, носит крайне неопределенный характер. Вам бы его нужно уточнить, вам бы его нужно детализировать. Ситуация с родителями у вас имеет место быть не первый день, и, я уверен, не первый год. И, соответственно, уже сложились некие привычки, уже сложились некие паттерны поведения, которые, ну, используются при взаимодействии с родителями. Вот. Но основное, конечно, это эмоциональное отделение, да, эмоциональная сепарация от родителей. Вот. Это необходимо. И мне кажется, что вот именно отделение психологическое, психологическое ограничение себя от них является вашей ближайшей наиболее важной задачей, чтобы их поступки, чтобы их поведение никак не влияло на вас. Вот. И тогда, я думаю, ситуация начнет улучшаться. На этом все. Я надеюсь, что вам помог. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.